Любимый многими фрукт за полгода подорожал в среднем на 15-20%. Еще как минимум на столько же яблоки могут вырасти в цене к зиме. Такие неутешительные прогнозы дает казахстанский предприниматель Булатбек Алиев. Он называет несколько причин и основная это инфляция. Рост курса доллара отразился на себестоимости продукта. Дорожает ГСМ, удобрение, техника, комплектующие, говорит производитель. Из-за проблем с логистикой в этом году в разы снизился импорт яблок из Китая и Восточной Европы. В Польше и Молдове за неурожая, связанного с заморозками, подскочили цены. А с учетом инфляции ввозить к нам фрукты оттуда становится все дороже. К сожалению, пока потребности внутреннего рынка казахстанские производители покрывают только наполовину. Так что спрос в этом году будет превышать предложение и рост цен в таких условиях неизбежен, считает бизнесмен. Добавлю, что схожая ситуация сейчас и в соседней России, где яблоки подорожали на треть. Инфляция в Казахстане за полгода составила 4,4%. Такие данные публикует Комитет по статистике. Особенно отчетливо это видно по росту цен на продовольственные товары. С декабря прошлого года продукты питания подорожали на 7%, фрукты на 21%. Далее следуют крупы, баранина, сахар, мука, макаронные изделия и ряд других позиций. Рост непродовольственных товаров составил почти 3% и на 1,5% подорожали в стране платные услуги, сообщает Комитет по статистике. В нашей традиционной рубрике «Карта цен» мы выясняли стоимость килограмма яблок нового урожая в регионах страны. В Караганде цены начинаются от 400 тенге. На 50 тенге дороже яблоки в Алматы. 500 тенге стоит килограмм свежих яблок в Талдыкургане. В Казаларде цена уже 600 тенге. Еще дороже в Актау – 650 тенге. И от 700 тенге начинаются цены в Усть-Каменогорске. В этом месяце мировой фондовый рынок может столкнуться с ежегодной проблемой. Традиционно именно в августе индексы волатильности ВИКС увеличивается на 11%. Рост этого показателя означает ухудшение ситуации на рынке акции. Также все эти 15 лет, именно в последние месяцы лета, стабильно падает один из ключевых индексов американского рынка – S&P 500. За этим показателем акции более 500 крупнейших компаний с наибольшей капитализацией. Пока индекс растет, дорожают акции Microsoft, Apple, Google и других технологических гигантов. Но угрозы сохраняются, считает аналитики Bloomberg. Помимо сезонных рисков, поводом для беспокойства стало и влияние сложной эпидемиологической ситуации в мире. На китайском острове Хайнань магазины беспошлиной торговли увеличили продажи более чем на 200%. На острове работают четыре крупных дьюти-фри. Буквально за месяц объемы продаж превысили 2 миллиарда юаней или более 300 миллионов долларов. Причина в том, что с 1 июля китайские власти увеличили квоту покупок на одного человека с 30 до 100 тысяч юаней. Также до 45 позиций расширен список беспошлиных товаров. По данным госорганов КНР, за месяц Хайнань посетили свыше 280 тысяч туристов. За год приток отдыхающих превысил 40%. И завершение официальных курсов на сегодня. Доллар подорожал, стоит 420 тенге 7 тынов, евро 493 тенге 25 тынов и российский рубль 5 тенге 68 тынов. Субтитры создавал DimaTorzok